Музыка Они встретились, полюбили друг друга, поженились и жили долго и счастливо. Так должно быть в идеале, однако у многих россиян семейная лодка нередко избивается о квартирные рифы. Своего жилья нет, с родителями жить не хочется, снимать накладные цены на квадратные метры растут как на дрожжах. О том, какие выходы есть из данной ситуации, расскажем прямо сейчас в эфире программа «Обектор комфорта». Ордер на однокомнатную квартиру вручается старейшему жителю деревни Белые Россы, ветерану трех войн, ветерану труда, Ходосу Федору Филимоновичу. Чего сидишь, как петь? Штупай, бери им, пока дают. В советское время квартиры доставались людям в основном бесплатно. Позволить себе покупку жилплощади могли лишь немногие, и это называлось вступить в жилищный кооператив. Их было не так уж много, и попасть туда было сложно. Теперь квартиры продаются повсеместно, но купить их молодым по-прежнему нелегко. Средняя рыночная цена квадратного метра жилья в новостройках по Чувашии, по данным Чувашстата, за первый квартал 2015 года составила 44 320 рублей. Чтобы обеспечить россиян доступным жильем, правительство принимает специальные программы поддержки. Одна из них – жилье для российской семьи. Основные параметры следующие. Цена жилья эконом-класса не должна превышать 80% от средней рыночной цены на аналогичное жилье на соответствующей территории. Но не более 35 тысяч рублей за один квадратный метр. Целевая группа – граждане в возрасте от 25 до 40 лет, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, имеют постоянную занятость. Совокупные доходы таких граждан и совместно проживающих с ними членов семей должны позволить приобрести жилье эконом-класса, в том числе с помощью ипотеки, материнского капитала и других форм поддержки. Всего по данной программе планируется построить не менее 25 миллионов квадратных метров в 36 регионах страны, среди них и Чувашия. По результатам тесного взаимодействия с Минстроем России Чувашия вошла в число участников федеральной целевой программы жилье для российской семьи. По соглашению, которое подписано летом 2014 года, на территории Чувашии будет построено порядка 210 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Осенью 2014 года по результатам отбора среди застройщиков, желающих участвовать в данной программе, определено 4 застройщика. На сегодняшний день эта программа у нас уже работает на территории Чувашии. По состоянию на 1 апреля 2015 года у нас уже подано заявление более 1300 заявлений от граждан. И на сегодняшний день уже заключено 67 договоров для любого строительства. Среди тех, кто имеет право на покупку жилья по программе, граждане, которые имеют жилье меньше 18 квадратных метров на одного человека, те, кто проживает в аварийных и ветхих домах, граждане, имеющие двух и более детей, получающие материнский капитал при условии использования его на приобретение жилья, граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, ветераны боевых действий и другие. Полный список можно найти на официальном сайте программы программа.грс.рф Благодаря этой программе скоро справит новоселье преподаватель английского языка из Чебоксара Светлана Одинцова. В 2011 году я встала на программу «Жилье» для работников бюджетной сферы. И спустя 4 года в этом году уже подошла моя очередь. И программа называется «Жилье для российской семьи». Я туда все документы сдала, и мне сказали, ждите своей очереди. Потом приходят уведомления, и очередь двигается потихоньку. Это будет микрорайон «Селяное». В перспективе у них очень хороший район, он будет называться «Прибрежный». Там будут строиться еще несколько домов, два садика на 240 мест и школа на 1200 мест. В будущем, я думаю, что это будет вообще замечательный район. Будущая соседка Светлана Татьяна районом тоже довольна. Сейчас мы живем с родителями. Переезжаем мы с мужем и с дочкой. У меня три года будет в этом году. Очень рада, что появилась такая возможность приобрести квартиру по такой стоимости. По программе я узнала в администрации. Мы ходили, часто узнавали, звонили. Потом, когда началась программа, мы одни из первых кто-то встали в очередь. И потом приобрели квартиру по 30 тысяч квадратный метр. Микрорайон «Прибрежная», проезд «Соленое». Дом, в который скоро заселятся, эти семьи уже начали строить. Удешевляют квадратный метр за счет различных льгот и преференций для строительных компаний, участников программы. Они заключаются в предоставлении на особых условиях земельных участков, субсидировании и подключении к инженерным коммуникациям. Не остаются в стороне и сами строители. Девятиэтажный жилой дом, где будет размещено 153 квартиры. 72 квартиры однокомнатных, 72 квартиры двухкомнатных и 9 квартир трехкомнатных. В этом доме в основном будут жить жильцы, которые участвуют по программе «Жилье для российской семьи». Где-то 120 семей. Мы планируем снизить издержки за счет применения таких грамотных проектных решений, которые позволят нам все-таки снизить себестоимость. И применение новых материалов, которые тоже аналогов по качеству не уступают, но по стоимости они дешевле. Дом у нас хороший. Строим мы его на совесть. И планировки у нас замечательные. В этом доме до начала программы покупали обычные жители квартиры, были очень довольны. Когда началась программа в начале февраля, мы предложили в этом же доме квартиры для участников этой программы. Первый договор мы заключили 5 февраля. На сегодняшний день у нас заключено 70 договоров. Мы многие годы работаем на строительном рынке. Более 10 лет строим объекты социального назначения. И мы можем себе позволить участие даже в таких проектах. Компания продолжит участие в программе вплоть до ее завершения в 2017 году. И до этого времени планирует построить порядка 60 тысяч квадратных метров. Кстати, вполне возможно, в ближайшем будущем людей, которые смогут воспользоваться программой жилье для российской семьи, станет больше. Сейчас Министерство России предполагает расширить перечень категорий граждан, которые могут принять участие в программе. Кто сможет по полной среды решать правительство региона, отмечает газета «Коммерсант» со ссылкой на ведомство. Регионы смогут вовлекать в программу граждан с приоритетными для них профессиями и специальностями, а также имеющих определенный социальный статус или уже получающих поддержку в виде субсидий и льгот. Помочь реализовать программу в полном объеме может и продление сроков ее действия. Специалисты считают, постепенный рост доходов наименее обеспеченных слоев населения сам по себе увеличит доступность ипотеки и расширит спрос на доступное жилье. Что ж, свои квадратные метры – это хорошо, однако жилье в собственности – это не только права, но и обязанности. Еще в 2012 году Госдума приняла закон, который обязал россиян платить за капитальный ремонт. Исполнение этого закона до сих пор вызывает вопросы. Так или иначе, по прошествии нескольких месяцев можно увидеть первые результаты работы программы. Поселок Угеси, улица Первомайская. Типовые российские пятиэтажки на первый взгляд выглядят вполне прилично. Проблема кроется внутри. Старая электропроводка, с которой, как известно, шутки плохи. Если вовремя не принять меры, можно ждать сбой в работе сети, коротких замыканий и пожаров. Скоро опасения должны исчезнуть. Дома вошли в республиканский краткосрочный план программы капитального ремонта, реализация которых должна завершиться уже в этом году. На сайте фонда капремонта мы заметили, что идет подбор подрядной организации. Вышли на конкурс, выиграли эти дома, выиграли работы по электроснабжению и по холодно-горячему водоснабжению. По электроснабжению меняются все силовые кабеля, щитки, вру, освещение, подъездное, подвальное. Полностью будет заменено. Иными словами, вот он закон о капитальном ремонте в действии. В конце марта 2013 года в Чувашии опубликовали республиканскую долгосрочную программу капитального ремонта. С этого момента у собственников жилья было 6 месяцев, чтобы решить, каким образом они будут копить деньги. Они могут перечисляться на счет регионального оператора, его еще называют «общим котлом», или переводиться на отдельный специальный счет дома. Такой вариант выбрали всего 547 домов из 400 тысяч 732 включенных в программу. Для них предусмотрена интересная схема. То есть, если у нас в своем доме ничего не накопили, средства для того, чтобы полностью выполнить капитальный ремонт, помимо выделяемых субсидий, то мы можем рассчитывать на финансовые средства соседнего дома. Но, конечно же, это на возвратной основе. Единственное, взносы, накопленные в одном муниципальном образовании, не могут быть направлены на капремонт другого муниципального образования. Только за прошлые и нынешние годы по республике скорую ремонтную помощь должны получить 281 многоквартирный дом, 82 из них в Чебоксарах. Запланировано выполнение работ на 244 миллиона рублей. Остается еще, хотел бы отметить, что господдержка сохраняется. У нас 66 миллионов 800 это влили нам, то есть, как бы нам господдержка представлена с фонда содействия реформирования ЖКХ. Значит, 45 миллионов выделено из бюджета Чувашской республики. 66 миллионов, значит, финансовая поддержка со стороны муниципальных органов. Мы объявили открытые конкурсы на отбор подрядных организаций на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов. В состав комиссии у нас по отбору подрядных организаций входит и представители собственников помещений. В основном у нас, конечно, в краткосрочный план 2014-2015 года в первую очередь вошла работа по замене системы электроснабжения. Потом у нас, значит, водоснабжение, канализация, газоснабжение. Есть у нас ремонт, значит, замены лифтов. Так, ремонт подвальных помещений в шести домах и ремонт кровли в двух домах. Как и в случае с домами в поселке Хугесик, работам на многих объектах подрядные организации уже приступили. Первые дома планируют сдать совсем скоро. Если ваш дом в краткосрочную программу не попал, то искать его следует в долгосрочной программе. Там прописано, когда и какие работы предстоит выполнить в том или ином многоквартирном доме республики. Программа актуализируется каждый год. Сейчас собираемость платежей в среднем 44%. Специалисты отмечают, россиянам нужно время, чтобы осознать. Жилье в собственности – это не только права, но и обязанности. Обязанности содержать его в надлежащем состоянии. Законный вариант – не платить, только один раз приватизация. Здесь, как поется в известной песне – думайте сами, решайте сами. Двигаться в заданном векторе комфорта в этих случаях нам помогает государство. Мы рассказали о реализации лишь двух социальных программ. Становитесь их участниками и делайте жизнь комфортнее. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова